добрый день подписчики попросили показать акции какие мы торгуем нам несложно продемонстрировать эти акции то есть пусть рисуют единственное не понимаю для чего это нужно потому что торговать эти акции это нужно как бы прекрасно понимать чем эти компании занимаются откуда они взялись и где они были куда они идут что с ними в дальнейшем то есть как говорится быть теме просто так брать и копировать портфолио я советую только если это авто следование за этим счетом есть у меня разрешение показывать то есть один только лог самые мелкие вы показываю а потому что ни один из крупных клиентов и не ни один клиентов из блоков которые прорабатываем персональных которых другие немножко считам не разрешения не дали наверно будет так как в основном тут компании долларовые поставить этот счет в долларах что у нас было мы отмечаем кстати 95 тысяч евро мы отвечаем каждый действий хиро в принципе я делаю обзор когда счет это блоки вырастает на 10000 евро и у нас за последний квартал как раз лог вырос на сумму блок вырос на сумму который у нас сейчас в кэше то есть раньше этой суммы четыре месяца назад там леви четыре с половиной месяца назад просто не было когда мы набирали этот портфель единственное там стояла такая же сумма примерно вот здесь все что вы видите наверху это сокращение позиции это перезаходы это прибыль который у нас отражается здесь отдельной суммы почему статегия buy and power она подразумевает на каком-то этапе 20 процентов конечно на каком-то 10 на каком-то кэша практически нет но в основном чтобы все было хорошо и чтобы все было хорошо в дальнейшем нам нужно иметь где-то половину кэша и я уже многократно объяснял для чего это делается и так засвечиваем 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 компании ну и допустим да все компании вам оказали какие есть и есть у нас одна компания красненькая но допустим компания мне очень нужно сильно разбираться торговать и не на последние 10 лет чтобы примерно понимать где она здесь находится почему и какие позиции даже эти позиции я просто понимаю что я могу допустим от двух от доллар 70 купить в этой компании если будет нужно хотя особо ниже 2 там 30 2 40 и и собственно не жду я наоборот в район 4 что она уйдет и будет там 4 4 20 допустим болтаться но причем не без разницы куда она уйдет болтаться если она уйдет в район 2 30 будет 2 32 80 болтаться для меня это также хорошо лишь бы она болталась лишь бы она болталась там где что-то болтается мужчина деньги заработаем а вот то что она встала и стоит и не шевелится вот это у нас считай пролеживает инвестиция хотя и компания это платит дивиденды нам нужны движущиеся компании которые двигаются туда-сюда с которым мы можем сокращать снова мне входить либо они проваливаются мы мощно в них входим они сильно растут мы выходим там нам нужно движение нам нужно движение потому что мы пропагандируем биржевую математику на основании этой биржевой математике мы используем пропорциональный трейдинг у нас некоторые компании по 3 по 5 заведены в таких маленькие локи и мы видим как изменяется между ними коэффициент пропорции обмене выходные на другие тему живем то есть это это самый простой грааль на рынке который может есть люди еще какие-то уровни поддержек сопротивлений вообще для чего они это делают для меня до сих пор загадка ставит какие-то стол приказы куда-то входят куда-то выход за что-то дрожат что-то переживают но если у вас такое количество компаний 2 из них обанкротятся то счет ваш от этого вообще не пострадает он просто не заметит а если 5-7 компаний допустим какие-нибудь между собой будут три раза за год меняться местами то вас не будет так две тысячи лотов четыре тысячи лотов шесть тысяч лотов ну допустим на всех и неважно какая из них какой момент сколько стоит главное чтоб они менялись местами они стоят все допустим там по доллару потом это по 2 доллара потом она стала стоить 1 доллар 1 3 поменяли их местами ну и примерно смотрите что в этих компаниях происходит изучаете естественных отчет и квартальные все что где-то не попасть что компания уже объявила в банкротство вы продолжаете так сказать на нее менять из примеров которые были с нами недавно у нас была компания джилл об она стоила 243 ну то есть про минимум я не буду говорить одна была на минимуме 220 другая там на минимуме 230 другая на минимуме 180 они немножко поторговались а падали они 7 какая-то с 360 какая-то с 460 но вот они упали поторговались и вышли все абсолютно одинаково стоили 243 джи лоб 243 джи лог 243 джи млп 243 это танкеры которые мы набирали это все они переводят примерно жжи ганны газ и все с ними понятно но только одна выскакивает до 560 другая до 370 а третья только вчера выскочила 340 до а до этого они так ходили что менялись местами то есть можно было одних сокращать других заходить на росте можно было выйти из того кто улетел первый добрать того кто еще не упал то есть из джи лог мы вышли джи лоб джи млп вошли джи млп стал расти и мы из него и его сократить то есть мы один и тот же рост успели взять грубо говоря два раза потом джи лог чуть-чуть откатился мы по чуть-чуть у него как бы входим джи млп ну чуть больше зайти то есть мы смотрим в зависимости от пропорции а главное что когда уже портфель сформирован столько у тебя кэша и допустим столько у тебя и он продолжает расти ты просто ничего не делаешь и потом ты на каком-то этапе перестаешь торговать и горишь так стоп мы просто ждем дивидендов почему потому что все это время если от этой точки далеко уходит и у тебя доходит до позиции которую ты на каком-то этапе понимаешь что ее вообще сокращать нельзя просто если есть какой-то резкий всплеск ты все-таки сокращаешь возможно и до нуля возможные выйдешь так мы вышли из акций которые от двух там до шести этом а двух с половиной до восьми доросли мы на росте 300 процентов из них вышли забыли про них да они потом то есть первый рост 300 процентов а всего от низа 400 то есть если вы сидите от низа то для вас это как бы смотрится вот я купил и дождался 400 процентов или дождался 500 а если ты сидишь из компании и когда ты уже дождался 300 что 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 потом от 300 до 400 когда ты сидишь многие это забывают они думают что я же сижу от 1 вот я 300 процентов тут заработал вот и 400 процентов то заработал я когда 300 процентов говорю ребята уходим потому что это было очень быстро и потому что теперь от 300 до 100 это рост всего 25 процентов то есть как бы там делать меня ничего грубо говоря ничего если я ошибся поправьте меня вычислениях может быть там там каким не знаю сколько это должно быть на самом деле 33 до где-то процента то есть вот эти 33 процента последний мы не ловим а люди не понимают они говорят слушай но ты-то выждал 300 а мог да то ты выжды 400 то есть у них математически вот эта биржевая математика то есть нету этого звена которая вообще просто у них в голове и они даже не понимая как это работает то есть им бесполезно объяснять что ты эти уже 300 процентов взял не ждешь до 400 процентов эти там 33 процента то есть ну проверьте на калькуляторе потому что может быть профессорский кретинизм сейчас сделаю что-то у меня немножко муж муж под мозг подустал плюс 33 процента до плюс 33 процента получается 399 да ну там 30 33 и и с копеечками да то есть вот эти 33 процента уже как бы горшат 33 процента здесь нет горшат 33 процента то есть вы уже не берете эти три процента а кто-то кто с вами разговаривает он думает что вы не взяли на тот вход еще сто процентов но вы-то находитесь уже в другом местоположении грубо говоря вас космический карта корабль уже улетела он уже прошел путь почему бы вам не взять все эти деньги и не войти в другой космический корабль который от своего старта ну пройдет всего 50 даже процентов или 70 процентов а уж если он пройдет 100 и снова 150 и 200 это шикарно но даже если он от своего старта пройдет 50 то вы уже заработайте больше чем будете сидеть и ждать еще лишние сто процентов да то есть перезаходы они важны когда ты понимаешь как это математически работает как работает эта биржевая математика и как одно насчитывается другое третье там насчитывается на пятое как куда лучше быстро переложиться чтобы снова еще взять какой-то рост а люди говорят ты тут взял 300 я взял тут 400 ну и чё что ты там взял грубо говоря на другой фишке 50 это же смешно понимаете то есть они говорят эти фразы при этом не понимает что если они возьмут калькулятор и увидят цифры то они поймут как они сильно ошибались всего доброго спасибо за внимание